И начнем с новостей из Абхазии с пометкой «Молния». В районе взрыва склада боеприпасов найдены тела двух человек. Об этом заявили в МВД республики. Сообщается, что они погибли от осколочных ранений. Предположительно, это туристы. Всего в результате ЧП пострадавших не меньше 60. Среди них 35 – россияне. Склад находился вблизи популярного курорта и поселка. Спасатели работали всю ночь. Несколько часов было невозможно даже приблизиться к хранилищу. Взрывы не прекращались. Наш корреспондент Алена Евтюкова выехала на место событий. И вот ее репортаж. Самолет толкался! Что-то взорвалось. Я аж подпрыгнул. Первые секунды шока растерянности версии. Упал самолет. Но достаточно быстро становится ясно. Взрыв прогремел в районе абхазских военных складов. Гром среди ясного неба, а следом столб дыма, который виден за несколько километров, в том числе и на Черноморском побережье. Да не бойся! Это что, мама? Боюсь, мама! После первого сильного взрыва и начавшегося пожара сдетонировали и другие боеприпасы, хранившиеся на складе. Разрывы не смолкали в течение нескольких часов. Весь склад под детонацию пошел. Опа! Опа! Оно все мощнее и мощнее. Он летит, летит, смотри, летает. Я вижу, Уля, вон снаряды летают. Местные жители говорят, что взрывы были слышны в соседних Гаграх и столице республики Сухуми. Но больше всего досталось расположенному неподалеку от места ЧП поселку Приморское. Здесь во многих домах взрывной волной выбило стекла и покорежило оконные рамы. Чуть ниже складов. Курорт с сероводородными ваннами, на котором в это время находилось много туристов. Людей эвакуировали. Сотрудники МЧС долго не могли подступиться к месту ЧП. Территорию оцепили. Единичные взрывы продолжались до поздней ночи. А где верхний стекла что? Вот она. Что осталось? Пострадавших около 60 человек. Почти половина граждан России. Они доставлены в больницы Гудауты и Сухума. По словам врачей, состояние пострадавших – легкой и средней степени тяжести. В случае необходимости раненые готовы принять и больницы Краснодарского края. В нейрохирургию поступило 8 человек. Среди них, большинство из них с отрясением головного мозга. Также в травматологию тоже поступило несколько человек. Мы лежали, отдыхали. Время взрыва выпила сначала стекло, кровь порубала нас. Но сначала на пол легли, потом вышли второй взрыв. Мы вышли, выбежали из дома. А бежать куда мы не знаем. На этих кадрах выжженная земля, несколько очагов возгорания. На месте ЧП продолжают работать сотрудники Абхазского МВД, МЧС, Минобороны. Сейчас ситуация стабилизировалась. Те, кого эвакуировали из эпицентра ЧП, уже вернулись домой, в село Приморское. Причины произошедшего только предстоит установить. Этим займется специально созданная комиссия. Она также должна определить масштаб ущерба и объемы компенсаций, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан России. Алена Евтикова, Валерий Ребжанов, Наталья Сидорова и Дмитрий Баранов. Первый канал. Республика Абхазия.